За чашкой бодрящего кофе и в непринужденной атмосфере бизнесмены Владивостока встретились с экспертами и адвокатами. Цель встречи – обсудить правовые риски, методы их управления и возможные эффективные пути развития бизнеса в современных реалиях. Мы будем рассматривать правовой консалтинг как искусство изящных решений. Будем говорить о том, что только комплексный анализ, с учетом многих факторов, позволяет находить скрытые решения, которые не очевидны при подходе с узкой специализированной сферой. То есть, что даже самое правильное решение, оно не всегда самое эффективное. И что эффективные решения лежат в той сфере, куда можно посмотреть, только расширив горизонты. Формат встречи не просто лекция, а дискуссия, симбиоз полученных ранее экспертами практических знаний и разбор самых типичных правовых ошибок, допускаемых в бизнесе. На конкретных примерах участникам встречи предложили решить проблему. В итоге разразился настоящий диспут. С 2013 года, кстати, я стала более-менее рабочей и по данным зрителям дела возбуждаются активно. Второе – это, кстати, 9-й, 4-й, скорее всего, потому что, судя по обороту и тому подобное, там наверняка он нанес какой-то материальный учеб в компании. И внутри, в рамках возбуждения правового дела, попасть в гражданский иск с размещением определенных материальных задержек, которые в публике действия Андрея. По итогу только одного этого случая был сделан вывод, что многие проблемы, с которыми сегодня сталкиваются представители бизнеса, можно было решить иным способом, при этом не выходя за рамки правового поля. Главная мысль – необходимость комплексно анализировать ситуацию, учитывать возможные риски и с помощью гибкого интеллекта планировать бизнес-процессы. Зачастую собственники вынуждены сталкиваться с решением нестандартных задач очень часто. Но это более широкое проявление правового консалтинга как искусства изящных решений. Не каждое решение практическое можно решить с точки зрения, ну, такого фантастического подхода найти нестандартное решение. Мы будем говорить об изящных решениях, таких же нестандартных, но с учетом конкретных областей, которые входят в сферу правовых рисков. Фундаментом эффективности этой встречи стала дискуссия экспертов и адвокатов, благодаря которому представители бизнеса получили обратную связь. Правовые риски, они имеются в большинстве бизнес-процессов, на которые принято уделять большое внимание, так как они развивают бизнес. Это маркетинг, менеджмент, управление персоналом, продажами и так далее. Так вот, правовые риски, они как некие мостики соединяют все эти процессы и позволяют достигать цели более эффективно, быстрее, с наименьшими затратами. По итогу всех участников ожидал приятный сюрприз. Помимо того, что удалось найти ответы на многие интересующие вопросы, узнать способы развития своего бизнеса и пользу профилактических юридических мер, каждый получил возможность бесплатной консультации от эксперта по правовым рискам Дениса Власова и его коллеги адвокатов. Как отмечают организаторы, подобные встречи будут теперь проводиться на регулярной основе. Дарья Панченко, Василий Косилов, Новости на Восьмом.